В эфире новости Анапа. Регион. В студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Третий, заключительный день работы Российского инвестфорума в Сочи для делегации Анапа казался крайне плодотворным. Было подписано сразу несколько соглашений, каждая из которых знаковая для курорта и может стать новой точкой роста. На Пионерском проспекте построят отель «Фиолета», который может стать новой жемчужиной Анапы. Глава курорта Юрий Поляков, вице-губернатор Кубани Василий Швец и учредитель санаторного комплекса «Жемчужина» Валерий Димоев подписали трехстороннее соглашение. Проект предусматривает капитальный ремонт существующего корпуса, благоустройство прилегающей территории, строительство открытого бассейна, спортплощадки, а также двух новых корпусов. Сумма инвестиций – 250 миллионов рублей. Срок реализации – 2019-2021 годы. По словам Юрия Полякова, цитирую, «Наша задача – постоянно улучшать качество обслуживания, привлекать туристов новыми яркими объектами. Отель «Фиолета» – интересный курортный проект класса «4 звезды» с бассейновой зоной, спортплощадкой, кинотеатром – все в современном стиле. Уверен, что он будет востребован нашими гостями». Также Юрий Поляков, вице-губернатор Кубани Василий Швец и директор ООО «Табрис» Александр Чуб подписали соглашение о строительстве на курорте супермаркета «Табрис». На его территории будет размещена удобная автомобильная парковка. Внутри представлено более 12 тысяч товаров повседневного спроса, а также эксклюзивные и необычные продукты из разных стран мира. Стоимость проекта – 500 миллионов рублей. Срок реализации – 2019-2021 годы. «Анапа в последние годы очень активно развивается», – отметил Василий Швец. «Табрис – наша региональная очень серьезная компания, уверенно стоящая на ногах, и соглашение, которое мы подписали, напрямую говорит о том, что потребительская сфера курорта продолжает эволюционировать». Конец цитаты. Двустороннее соглашение о строительстве многофункционального центра по хранению и переработке плода овощной продукции было подписано главой Анапы Юрием Поляковым и генеральным директором ООО «СТР-Юг» Алексеем Явлашовым. Комплекс будет оборудован современными холодильными камерами. Планируется создание собственной логистической компании, а также сервисной организации для удовлетворения нужд потенциальных клиентов. Стоимость проекта – 255 миллионов рублей. Срок реализации – 2019-2021 годы. По итогам сочинского инвестфорума делегация Анапы подписала соглашение о реализации на территории города-курорта пяти крупных проектов на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион. «Сегодня по всей стране отмечается 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Сотни анапчан приняли участие во флешмобе, который прошел сегодня в нашем городе и был посвящен этой дате. А затем в сквере боевой славы состоялся митинг. Подробнее в нашем материале». 30 лет назад завершилась самая длительная война в истории Советского Союза. 40-я армия вышла из Афганистана с развернутыми знаменами. Закаленные в боях отряды вел генерал-лейтенант Борис Громов. Однако тысячи воинов-интернационалистов так и не вернулись домой. Среди них было 12 анапчан. «Всегда наши предки были героически преданы нашему государству и последующего поколения. И поэтому сегодня я хотел бы, думаю, от имени всех афганцев и ветеранов поблагодарить руководство города, депутатский город, за то, что оказывает помощь в проведении подобных мероприятий. Пока мы будем это передавать, у нас все больше и больше людей приходит». Сейчас в Анапе действует два объединения ветеранов Афганистана, в которые входят более 140 человек. Это «Боевое братство» и «Инвалиды войны». В совместности для радиокомпании «Анапа-регион» был организован флешмоб перед началом. «Мы не могли им отказать и всячески постарались сделать так, чтобы это получилось максимально естественно и душевно, хотя их сердца и так пели, потому что это для них очень серьезный праздник. 30 лет вывода войск из Афганистана – это, безусловно, памятная, для кого-то праздничная и во многом, конечно, печальная дата. Поэтому мы постарались сделать все возможное и помочь, чем можем, отдать максимально даже свое сердце, свою душу в это вложить, чтобы поддержать ветеранов-афганцев в этой инициативе». Более двух сотен анапчан – школьники, студенты, казаки, а также сами ветераны – исполнили одну из известнейших афганских песен «Салам Бача», которая стала негласным гимном. К памятнику воину афганцу возложили венки и цветы от администрации общественных организаций Анапы. Погибших анапских героев почтили минутой молчания. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. После митинга мероприятия продолжились. В Центре культуры Родина состоялся торжественный концерт. Со сцены звучали песни, в которых отражена вся суть событий того времени – мужество, отвага, взаимовыручка и боль потерь. Анна Жукова продолжит. «Черно-тюльпан» – это не только редкая разновидность цветка, но и самолет, который перевозил груз-200 – тела погибших советских военнослужащих. Михаилу Дудинскому тогда было 10 лет. Его дядя Николай Егоров вернулся раненым с этой войны. Сейчас он служит в ГИБДД Саратова. Не имея музыкального образования, Дудинский выступает сольно. В академическом хоре – Центр культуры Родина. В сводном анапском хоре – вокалист. Анапчанина называют молодым розенбаумом. «И мы идем от гнева, стиснув зубы, Сухие водкой смачивая губы, Идут из Пакистана караваны, И значит есть работа для тюльпана, И значит есть работа для тюльпана». В ходе торжественной церемонии благодарностями главы города-курорта Анапы Юрия Полякова наградили ветеранов Афганистана – участников организации, которые занимаются патриотической деятельностью. «Сегодня мы отмечаем и говорим спасибо тем, кто остался в строю, находится в строю, те, кто продолжает своим примером доказывать, что в жизни есть место подвигу, правде. И мы благодарим всех ветеранов за ту работу, которую они сегодня проводят в нашем муниципальном образовании по военно-патриотическому воспитанию молодежи». Кадеты из школы имени Старшинова в селе Пятихатке вручили матерям погибших в Афгане солдат, практических сверстников, букеты цветов. Зал приветствовал этих женщин стоя. Их сыновей называли «шурави» от арабского «шура» или «совет». Именно им, советским парням, был посвящен торжественный концерт в день 30-летия вывода войск из Афганистана. Слова и музыку к песне написал капитан третьего ранга Олег Газманов. Эта песня стала своего рода гимном для всех тех, кто когда-либо служил России или является действующим офицером. Эта песня как раз посвящена тем, кто выжил в Афгане. Анна Жукова, Роман Бергалиев, Анапа Регион. История нашего города неразрывно связана с именами людей, чей героизм и доблесть служат примером. И сегодня в Анапе была открыта мемориальная доска в память о Петре Федоровиче Шустовском. А подвиг этого человека в нашем сюжете. В 1980 году сотрудник Анапского отдела внутренних дел Петр Федорович Шустовский в составе опытных бойцов был направлен в горячую точку. Он стал командиром группы. В течение полугода они принимали участие в ликвидации бандформирований и пресекали террористическую деятельность противника. 13 марта 1981 года на опасном участке пути в районе города Шиндан автомобиль майора Шустовского был обстрелян маджахедами. Петр Шустовский погиб, выполняя свой интернациональный долг. Мемориальную плиту установили на здании полиции. Именно отсюда началась военная карьера анапчанина. Сегодня почтить память друга пришли ветераны боевых действий, школьники, студенты и, конечно, друзья погибшего товарища. Спецкоманда называлась Кобальт. Называлась она тогда длительная загранкомандировка без указания страны пребывания. Это потом более стало известно, что, естественно, это был Афганистан. Я считаю, что это правильное решение, что памятная доска обозначается здесь, на ОВД, где он начинал службу проходить, который призывался, трагический погиб при выполнении интернационального долга, выполнил свой долг до конца. Те, кто с ним служил, отзываются о нем как очень авторитетным, умным, добрым специалисты и человеке. В завершение мероприятия участники возложили цветы. Это мемориальная доска – первый памятный объект, который установлен на здание отдела МВД. Скоро рядом появится еще один мемориал. Здесь установят памятник сотрудникам МВД, которые погибли при исполнении служебного долга. Руслан Душевский, Анапа, регион. И к другим темам. В Анапе продолжаются отчеты глав сельских округов. Накануне на общественном совете глава Виноградного округа доложила о проделанной работе за прошлый год. Вместе с жителями его слушал наш корреспондент Руслан Душевский. В Виноградный сельский округ входят три населенных пункта. В поселке Виноградный, Суворов-Черкесский и хутор Уташ. Общая численность населения – более 6,5 тысяч человек. За прошедший год здесь удалось реализовать сразу несколько серьезных проектов. Сделан капитальный ремонт фасада сельской поликлиники. Открыт хирургический стоматологический кабинет. Приобретен дентальный визиограф. Тоснулись изменения и самого поселка. У братской могилы уложили 125 квадратов тротуарной плитки, в сельском доме культуры заменили кровлю, продолжаются работы по строительству храма. Деньги на купола собраны и уже к Пасхе селяне планируют здесь отслужить первую службу. Кроме этого, Виноградный сельский округ в числе лидеров по спортивным дисциплинам. Победы селян также приносят свои результаты в благоустройство района. Команда спортивная заняла первое место по итогам года среди сельских округов. И в качестве сертификата подарочного нам были выделены 5 тренажерных комплексов. Вот три из них были установлены в поселке Виноградово. В Суворов-Черкесском проведен водопровод и электроэнергия на участки, которые получат многодетные семьи. Произведена замена окон в детском саду номер 27. В Уташе долгожданное событие. Построен газопровод высокого давления. В свою очередь, жители рассказали главе округа о своих проблемах. Жалобу на электриков, которые производят спил деревьев и бросают. Слава Богу, если мы успеем позвонить, Александр Анатольевич успеет прибежать и машину поперек поставить, чтобы они убрали за собой деревья. Свалка везде. У нас лесополоса уже до такой степи. Там уже выше растущих деревьев. Здесь же было принято решение подобные нарушения фиксировать на телефон, а фотографии отправлять в городскую администрацию. За нарушение правил благоустройства предусматривается крупный штраф от 5 до 10 тысяч рублей. По результатам совещания был подведенный итог. Работу главы Виноградного сельского округа признать удовлетворительной. Руслан Душевский, Анапа, регион. Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте, anaparegion.ru. А я с вами на этом прощаюсь. Всего самого доброго и хороших выходных. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова